Добрый день, дорогие друзья! Это программа Музея Мания. Меня зовут Марина Валерьевна Елькина. Я директор музея собаки, и сегодня я проведу вам экскурсию по нашему музею, который находится в Москве на улице Малой Калужской, 12. Ну а поможет мне в этом вот этот вот замечательный песик Чихуахуа Маркиз. Мы с вами находимся в зале служебное собаководство, в котором мы рассказываем о профессиях служебных собак и о том, как этих служебных собак готовят. Вот этот стенд посвящен у нас клубам юных собаководов. Клубы юных собаководов появились еще до войны, когда ребята готовили собак для пограничной службы. Ну а после войны эти клубы возродились во всех крупных городах Советского Союза. И вот это у нас Москва, это Ленинград. Вот они эти мальчишки и девчонки брали в эти клубы ребят с 11 лет. То есть в 11 лет человек мог прийти, бесплатно взять в питомники щенка овчарки, воспитать его, надрессировать, а потом передать для службы на границу или для службы в милицию. Некоторые парни специально к 18 годам себе собаку готовили, чтобы вместе с ней уходить служить в пограничные войска. Ну а девчонки просто готовили собак и передавали их на границу. Но, к сожалению, сейчас у нас такие клубы остались только в Нижнем Новгороде и в Перми. Вот Нижегородский клуб юного кинолога не так давно отпраздновал свое 55-летие, и там мальчишки до сих пор уходят служить в армию вместе со своими собаками. Ну а вот это нагрудник одной служебной собаки. Одна служебная собака завоевала 71 медаль. Нагрудник этот весит килограмма 2-3. А это восточноевропейская овчарка Карина, и она сфотографирована как раз в том самом нагруднике, который лежит перед вами в витрине. Вот эта вот собачка-то у нас игрушечная, а вот шлейка на ней настоящая. Вот в таких шлейках работают все собаки-спасатели МЧС России. Она специально сделана такого ярко-оранжевого света, чтобы собаку было видно в темноте, в тумане, в пыли. Ну а этот небольшой стенд посвящен у нас очень интересным собакам, собакам-поводырям, собакам, помогающим слепым людям. Собаки эти невероятно умные, они знают огромное количество слов. Человек с такой собакой выходит на улицу, говорит аптека, и собака повела в аптеку. Метро, и собака повела в метро. У нас в музее время от времени проходит такой мастер-класс, называется он «Доверься собаке». К нам приходит незрячая девушка со своей собакой-поводырем. Вам завязывают глаза, в одну руку тросточку дают, в другую руку дают собаку-поводыря, и вы вместе с ней с препятствиями проходите. Поверьте мне, ощущения невероятные. Это зал собаки в исследованиях Севера. И здесь мы рассказываем о том, как собаки помогали осваивать Арктику. Это Георгий Яковлевич Седов, человек, который хотел принести России славу открытия Северного полюса. Его экспедиция собиралась всем миром. В газетах поднялась такая шумиха «Мы идем на Северный полюс». Издавали даже вот такие вот открыточки, на них кто-нибудь из знаменитостей изображался, в данном случае композитор Глинка. А с другой стороны вот такой вот маленький кругленький штемпель, и на нем написано «Комитет снаряжения экспедиции к Северному полюсу». То есть человек вот такую открытку покупал и как бы вкладывал свою копейку в экспедицию лейтенанта Седова. Ну, к сожалению, куда потом все эти копейки делись, неизвестно. Экспедиция была снаряжена просто отвратительно. Половина собак оказались вообще не ездовыми. Их просто собирали на улицах Архангельска. Они даже в упряжке стоять не умели. Половина пищи оказалась гнилой. И буквально через полгода весь отряд Седова и сам Седов тоже заболевают страшной полярной болезнью цингой. И вот когда Седов понимает, что он умирает, а цель не достигнута, он решается на такой уже просто отчаянный рывок. Он берет с собой двух матросов, пересаживается с ними на три собачьи упряжки и пытается на собаках дойти до Северного полюса. Но он к тому времени чувствовал себя уже очень плохо. Он приказал матросам привязать себя к нартам, к саням. Он все время терял сознание. В руках он держал вот такой вот небольшой компас, и когда в себя приходил, он на этот компас смотрел, убеждался, что его на север везут, и снова терял сознание. В общем, в дороге Седов умирает, товарищи его хоронят. Но на его могиле остается его любимая собака. Вот этот вот белоснежный Фрам. Вот мы сейчас с вами знаем, кто такой Хатика, потому что про Хатика сняли фильм. Но на самом деле подвиг Фрама гораздо серьезнее, чем подвиг Хатика. Потому что Хатика каждый день приходил на вокзал, и его там каждый день кормили люди. А Фрам выбрал верную гибель на могиле своего хозяина. Только представьте себе эту белоснежную арктическую пустыню и белого пса на могиле. Конечно, его звали, думали, что он догонит, но вот он выбрал такую собачью верность. К сожалению, про нашего Фрама фильмов пока не сняли, поэтому знаем мы о нем очень-очень мало. Ну а вот это шлейки настоящих северных ездовых собак. Нам эти шлейки подарили наши друзья, полярники. Они нам хотели новенькие подарить, но мы у них именно эти попросили. Вот такие вот шитые, перешитые, где-то даже рваные. Но зато они настоящие, побывавшие в экспедиции. Это так называемые торбаски, обувь северных ездовых собак. Это, конечно, уже современный вариант, он из ткани. Раньше эти торбаски делали из нерпичьей шкуры. Но собакам ни тот, ни другой вариант не нравится. Им вообще не нравится, когда им что-то на лапы надевают. Но на севере бывает такой очень жесткий наст, который просто режет собакам лапы. И без таких торбасок бывает не обойтись. У наших современных городских собак прямо настоящая обувь, настоящие ботиночки. У них тепленький мех внутри, у них подошва настоящая. А здесь просто брезент. Здесь нет задачи согреть. Здесь есть задача сохранить, защитить лапы. Это у нас зал собаки на фронтах Великой Отечественной войны. На фронтах Великой Отечественной сражалось 68 тысяч военных собак. И у военных собак было аж 11 военных специальностей. Про все 11 я, конечно, вам рассказывать не буду, но про некоторые расскажу. Вот, например, собака-связист. Видите, у нее на спине установлен такой короб. На коробе стоит катушка с проводом. Собака бежала от одного окопа к другому и протягивала кабель. Вела связь вот к таким вот полевым телефонам. Это полевой телефон образца 1943 года. Ну, а рядышком вот эта статуэтка показывает другой вид собак службы связи. Видите, человек пишет донесение. Потом это донесение вкладывается в специальный порт-депешник. Или вот в такой обычный подсумок для гранат. Все это крепится на шею собаки. И собака бежит от одного командного пункта к другому. И надо сказать, что даже смертельно раненая собака старалась добежать. Старалась принести это донесение. Ну, а сейчас я немножечко дам передохнуть маркизу. Потому что мне нужно будет брать кое-что в руки. Я вам хочу показать вот такой вот вьюг. Это вьюг собаки-истребителя танков. Нам этот вьюг подарила съемочная группа фильма «Пес рыжий» про собак-истребителей. Вот она, эта палочка, которую мы с вами видим на фотографиях. Это и была просто палочка или железочка. А вот сюда вставлялся взрыватель. Ну, а вот в эти карманы вкладывались вот такие вот туловые шашки. Вот они на мыльце похожие. Их прямо так рядами укладывали. Собака залезала под танк. Касалась днища танка этой палочкой. Танк взрывался. Собака, к сожалению, погибала. Ну, для начала войны все средства были хороши. Просто потому, что нам нечем было противостоять фашистским танкам. Тем более, что фашисты очень боялись наших собак-истребителей. В 43-м году все отряды собак-истребителей были расформированы. А всех собак-истребителей переучили. На собак-миноискателей и собак-диверсантов. И вот эта вот молоденькая озорная девушка Дина Валкац. Когда она пришла на фронт, ей было всего-навсего 20 лет. И вот она воспитала двух самых знаменитых собак времен Великой Отечественной войны. Миноискателя знаменитого Джульбарса, который нашел более 7 тысяч мин и снарядов. 7 тысяч спасенных жизней, по меньшей мере. И самое главное, она воспитала первую в мире, не у нас, а в мире, первую в мире собаку-диверсанта, овчарку Дину. Вот дрессировщицу звали Дина, и овчарку тоже звали Дина. Что же делала овчарка Дина? Она выбегала на рельсы перед приближающимся составом противника. В тот момент, когда машинист уже не мог затормозить. Она выбегала, сбрасывала с себя вот такой вот вьюг с зарядом, только уже разъемный, зубами выдергивала чеку и убегала. Состав взрывался, собака оставалась жива. Ну а в журнале минирования так и записывали. Минировала собака Дина. Ну а большая часть военных собак, почти половина всех военных собак, служили в санитарно-ездовой службе. Собаки-санитары могли работать на поле боя как санинструктором, так и совершенно самостоятельно. На бока собаки крепились санитарные сумки с медикаментами. Собака выбегала на поле боя, безошибочно отличала убитого от раненого, даже если раненый был без сознания. Если человек был без сознания, она его лизала, толкала, в себя приводила, поворачивалась к нему вот этим боком с сумкой. Человек сам себе оказывал первую помощь, и потом, когда подходила упряжка, переваливался вот на такую вот низенькую повозочку, и собаки с поля боя его вывозили. Всего за войну собаками вывезено более 600 тысяч раненых. Больше полумиллиона спасли собаки. Вот это все подлинные вещи времен Великой Отечественной войны. Вот она форма девушки-санинструктора. Вот такие вот маленькие хрупкие девчонки, вчерашние школьницы, становились санинструкторами и вытаскивали очень тяжелых раненых. Ну а совсем недавно в нашем музее появился вот такой вот интересный экспонат. Это шильда, которая крепилась к ошейнику санитарной собаки. Здесь даже написано ее имя. Соловей. Наш маркиз немножечко отдохнул, и мы продолжаем с ним экскурсию. Сейчас мы находимся в зале собаки в космосе. В космосе побывало 48 собак. Вот эта верхняя часть фотографий – это все собаки, которые летали в космос. Ну а знают обычно только Белку и Стрелку. После полета Белка и Стрелка стали удивительно популярными. Стали выпускать всевозможные открытки с Белкой и Стрелкой, статуэтки, будильники, лимонные апельсиновые корочки вот в такие коробочки с Белкой и Стрелкой упаковали. И даже елочную игрушку Белка и Стрелка выпускали. Она еще плоская, поэтому не видно. Но с одной стороны здесь Стрелка, а с другой стороны Белка. Ну а нашего главного конструктора Сергея Королева, конечно, очень торопились с запуском человека в космос. Но Королев сказал, человек полетит в космос только тогда, когда на корабле «Восток», на котором лететь человеку, состоятся два подряд успешных запуска с собаками. И эти два подряд успешных запуска – это собака Чернушка, вот с такими вот грустненькими глазками, и собака Звездочка. Вот поиском собаки Звездочки посвящен вот этот наш стенд. Дело в том, что Звездочка приземлилась в страшную метель, в страшную пургу под Ижевском. Конечно, ее должны были москвичи встречать ЦУП, КГБ, но москвичи вовремя в такую погоду прилететь просто не успели. И они попросили Ижевский аэропорт отправить кого-нибудь из летчиков найти собаку. А в Ижевске был только один летчик, у которого был допуск к полетам в сложные условия. Звали его Лев Акельман. И вот он, рискуя жизнью в полном тумане, над самыми верхушками деревьев, летел и искал собаку Звездочку. Звездочку он нашел, и целую ночь до прилета москвичей и старался ее как-нибудь согреть. Вытащить из этого контейнера он ее, конечно, не мог. Для этого уже специалисты нужны были. Но вот какими-то там куртками, одеялами укрыть – это да. Сейчас в Ижевске поставили памятник собаке-звездочке. Ну а у нас хранится вот такой вот уникальный экспонат. Это подлинная полетная карта, по которой Лев Акельман искал собаку-звездочку. Нам эту карту передал Ижевский коллекционер, который дружил с Львом Акельманом. И вот этими вот оранжевенькими современными кружочками наклеено, где приземлилась собака. Буква С, К – это капсула, ну и М – это манекен. И вместе с Чернушкой, и вместе со звездочкой летал еще манекен. Звали его Иван Иванович. Он был пристегнут к креслу, и на нем отрабатывалась система катапультирования. Потому что следующим должен был лететь человек. И действительно, всего спустя 18 дней в космос полетел Юрий Гагарин. И это у нас заключительный зал собаки в цирке. Мы его специально сделали заключительным, потому что война, космос – это все очень серьезные темы. А цирк всегда ярко, весело, собаку можно многим трюкам научить. В этом зале мы рассказываем о наших знаменитых дрессировщиках. Вот это Борис Вяткин и его знаменитая собака – Манюня. Борис Вяткин считал, что самые умные собаки – это дворняги. Поэтому он дрессировал только дворняг. За всю его творческую жизнь у него было семь собак, все семеро были дворнягами, и всех семерых звали Манюнями. Ну а этот стенд посвящен у нас клоуну всех времен и народов – знаменитому карандашу, и его не менее знаменитой собаке – скотч-терьеру Кляксе. Карандаши Клякса были такими популярными, что если они приезжали в город, весь город был в цирке. Карандаши Клякса были везде – на значках, в открытках, в статуэтках. Был даже такой мультфильм «Забавные охотники карандаши Клякса». Ну а это – подлинный эскиз народного художника Дудника, который зарисовывал карандаша и Кляксу прямо во время репетиции. Было это в 1978 году. А это мой сегодняшний помощник – Чихуахуа Маркиз. Приглашаем вас в наш музей. Приходите, будем вам очень рады. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok